Продолжение следует... 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 Мы обговорювали и с депутатами тоже, потому что закон не запереживает проведение комплексов, правильно? И не запереживает. И не запереживает. И не запереживает нас все делать. И не запереживает. 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 Давайте напишем все для объективности, есть предоставитель коллектива. Есть, Григорьевич, мы смотрим на процедуру, в этом проекте решение. А что-то касается значения, кто-то... У нас есть проекты решения, что касается... Что касается... Ну, ребята, мы знаем, что каждый имеет свое мнение. Давайте проголосуем, выскажем. Кто против, кто против. Выскажем голосом, да? Да. Нет. Так, ну что, друзья? Давайте посидайте сюда, а я взял туда. Давайте заслушаем и Готовенко, заслушаем, и заслушаем представителей коллектива. Если вы на комиссии взошли новые. Вот тогда он поблагодарил всех комиссий. Я на защите, смотришь. Да мы отручаем, что Готовенко заслушаем. Какие проблемы? Молочные. Я... Я... Что это дает? Какие люди? Да ничего. Вначале, мы не знаем, кто за этим смотрел. Владимир не бывает. На защите у меня всех комиссий, но комиссия была, вот это... Вначале, юрист подтвердил. Процедура выдержана, все законно. Есть решение? Давайте. Кто за, голосуй! 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 Читаем! Читаем давайте. То мы сейчас будем долучать. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17. Решение принято. Так, кто против? Да, кто против? Против. Надо писать. Против. Раз. Утрималось. Записано. Так, не спешите. Партия регионов, да? Франция, партия регионов. Владимир Николаевич. Оппозиционный Бог, конечно. Конечно. Здравствуйте. А если на 17 голосов есть, то уже против не воспринимать. Это 17. Надо 4, это есть 17. Ну все. Вы будете что говорить? Или работают? Да. Все, кто проголосовал за... И против тоже. А те, кто проголосовал против, я тоже хочу поддякувать. Потому что в кандидатуре на посаду директора телестудии не может быть однозначности. А значит, как у меня будет кредита. И будут люди, которые будут меня поддерживать. Это может быть. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Счастлившие вопросы. В частности, додатковая номер 2. Да-да. Нее. Мы додатковая номер 2. Разглядывали в контексте. Дело в том, что мы обранили. Тело в том, что мы обранили. Счастлившие вопросы. Развернение депутатов Южно-Минской Ради Оресской области до Верховной Ради Украины щодо вкладов о вопросе о внесении изменений до пункту 15.13. Приконцовываются перехитные положения закону Украины про особенное действие права власти в многоквартирном воде. Пожалуйста. Депутаты на комиссии, которая предполагалась с 14-го века, уже как было 7 депутатов, было приглашено в банк графта работниками с полкома. До всего мы международного встречались в различных форматах, для того, чтобы определить код нашего перехода в СМД по этому закону. Встречались и с людьми, составив инициативных групп. Есть много вопросов, на которые у нас пока нет ответа, которые требуют еще времени. Это вопросы общегосударственные, закон есть, но по законных актах не всех они приняты. Мы знаем, что до сих пор не принят положение о конкурсе по управителю, не приняты положение по порядку передачи будинки, передачи территории, ну или от других их достаточно много. Мы около 4 часов это обсуждали только на комиссии. Кроме того, у нас разработаны программы энергосбережения, энергоэффективности в нашем городе, которые касаются и обслуживания наших лифтов, которые касаются термомодернизации домов, это наши элеваторные узлы, утепление систем теплоснабжения, ну и многие другие программы 50 на 50. Пока у нас эти программы все разработаны для принадлежности наших домов к городу, к компликации, мы должны часть этих программ, которые мы не успеваем выполнить, естественно, по каким причинам переработать, с учетом того, что дома будут уже принадлежать ОСББ, либо будут управляться управителем. Там есть три формы управления, поэтому законность, это же надо принять. Но мы не должны оставить наши дома на произволящее, мы должны все наши программы, которые согласованы, убеждены, которые очень большие и важные, мы должны эти все программы дальше перенести на соответствующие программы, связанные с ОСБ. Также, по моему мнению, и меня поддержала наша комиссия, должны быть разработаны специальные программы и положения по аварийным ремонтам, капитальным ремонтам, по ремонтам лесков, которые должны распространяться на ОСББ, потому что мы понимаем, дома достаточно старые, 20-30 лет, это уже как раз. А то внести будет 20 лет? Ну, 200 лет, это так, да, совсем тяжело. Это тот срок, который нуждается в ремонтах, в ремонтах капитальных. Сейчас эти вещи выполняются за бюджетный счет, мы должны все эти вопросы все-таки обдумать заранее. Кроме того, должны появиться уже сейчас появляются ОСББ, и будет возможность выбора, допустим, потому что многие дома не хотят создавать отдельное юридическое лицо, а хотят с помощью инициативной группы быть переданным управлением. Но я считаю, что люди должны иметь возможность сами выбрать себе управителя. В этом законе, если мы до 1-го, до 16-го, не успеваем, то нам насильно каким-то конкурсом, который еще не определен, выбирают управителя, которых, в принципе, пока не очень много. Потому подготовлено звернение до Верховной Рады с просьбой терминовать день этого переходного положения, этого закона на рейд, для того, чтобы успели подготовиться. Тому звернение, прочитаю, звернение депутатов. Продолжение следует... То, что мы сейчас приимем, это не значит, что Верховный Совет завтра отменит это решение. Это очень важно, я подчеркиваю. Важно голосовать. Мы дадим отмашку, чтобы приостановить, а люди так это воспримут. Россия Городского Совета приняла решение перенести на год, или там, не знаю, на сколько, 2017 года, люди это воспримут. Как все, можно не заниматься реорганизацией жилищно-коммунального хозяйства и созданием ОСНД. А сегодня люди в активной фазе. Люди сегодня это очень интенсивно обсуждают, я отвечаю за свои слова. Я хожу по городу, и на эту тему все говорят. И даже люди между собой, когда идут по леке, они на эту тему говорят. Понимаете? Получится так, что это вдруг не отменит, а мы расслабимся, и мы не будем готовы к 1 июля перейти на форму ОСНД или ОСББ. Поэтому я еще раз подчеркиваю, наше решение, оно только расслабит наших людей. Оно только даст нам возможность просто как-то передохнуть. Но, ну подожди, Николай Николаевич, ну дай мне хоть слово. Да успеете. Я, понимаете, дело в том, что, дело в том, что если бы это было наше решение окончательное, да, это было бы направлено. Сейчас, смотрите, сейчас, я понимаю, сейчас идет большая политика государственная. Сейчас идет оппозиция, провластная, кабинет министров и так дальше. И каждый высказывает свою точку зрения. Одна партия против одного, другая партия против третьей фракции и так дальше. Уважаемые друзья, давайте мы как-то партии и это все оставим в стороне. Давайте поживем нашей жизнью, городской жизнью. Я понимаю, что есть вертикаль власти партии, есть требования партии. Я все это прекрасно понимаю. Как с одной стороны, так с другой стороны. Но я бы все-таки, прежде чем поднял руку, вот, это в интересном городе. Даже если, я хочу обратиться к жителям нашего города, даже если сегодня депутаты примут решение обратиться к Верховному Совету перенести реформирование жилищно-коммунального хозяйства, а вопрос стоит создание ОСББ, не опускайте руки. Работайте. Потому что это еще не решение в том, что это будет перенесено. А нам нужно продолжать эту работу. То есть у вас есть подозрение, Владимир Владимирович, что народе депутаты завтра, одержат наши задержания, все оставят и начнут заниматься рассмотрением нашего города. Пожалуйста, очереди. Я хочу сказать следующее. Я и мои друзья, единомышленники, мы занимаемся активно созданием ОСББ. И в этой связи, и не оставим, не оставим, независимо от того, как проголосуют нам этот проект решения или нет. Но, если городская власть действительно заинтересована в помощи в создании ОСББ, а не только декларирует это, то, пожалуйста, сделайте доступ к публичной информации о собственниках квартир. Потому что на сегодняшний день эту информацию получить людям крайне сложно. А на самом деле очень просто ОСББ, соответствующий местная власть в состоянии и в силах оперативно выложить данные по каждому дому, по собственникам квартир. Где у кого? Потому что собственники, я объяснирую, собственники квартир голосуют квадратными метрами. О защите личной информации ты по домам? Квадратными метрами голосовались. Все? О защите личной информации ты по домам? Как раз информация про властников житла, про их прозвища, квадратные метры и так и иначе, что это относится к тому, что вы запомните свои декларации, вы запомните там такую информацию, но о приютнене это не помогает. Даже мы свои декларации, когда публикуем, мы эту информацию, она закрыта, она открыта только для певної к количества и прохитивка в органах, которые имеют для этого отношения. К тому ніякий орган власти не найден в офицерсии. Вы еще и юрист, или юрист, или юрист, или юрист? Юрист, юрист. Поэтому эту информацию орган власти дать не может. Если люди готовы вам ее давать, то, пожалуйста, содействуй в этом даре. И в пятницу здесь, в этом зале, с 11 до 3 часов, всеукраинская организация сприяния органам самоорганизации Дальше население, до которых относятся, и вот СНГ и ОСБП проводят открытый семинар. Поэтому, используясь на воздух, запрошены те люди, которые сьогодні активно занимаются, и вас запрошу, мы ходим в колледж, прийти и принять участие в этом. Я думаю, что вы... Нам не нужна семинар, нам нужна информация. Понимаете, что одно дело получить, и приезд, и девушка, и девушка, и дай. Я хочу сказать, что мы уже активно занимаемся в форме СНГ-22, и хочу подстреслить то, что мы сказали, как только люди. Сначала мы пришли просто запросить, кто хочет, кто не хочет. Потом и люди обратились, чтобы они нам давали персональные данные, когда нам нужно будет. Очень необходимый раз. Сейчас мы выходим второй раз за прошенными, потом мы будем ходить еще раз за просными листами. Займаем, что занимается часто. Даже не хочу говорить. Видите, мы, как, знаете, первыми днями, вот такого вот этого. И вот только десь промайнуло, что вот сейчас все відтерминую, сразу те люди, которые были сегодня, говорят, ну что это делается, давайте все не ждем. Тому я очень прошу. Я, например, не хочу делать. Потому что проведена колоссальная работа. И я рассчитываю, что это реформа, и ее нужно сделать. Я хочу отдохнуться от вашего выступления. Вы сказали фразу, потому что действительно люди сейчас очень активно подтверждают эту тему. Следующий объяснить, исперяя вас, что выступление в позицию фракции в Москве. Вы не указали, о чем они говорят. А я вам скажу. Они действительно обсуждают эту тему, говорят об одной элементарной вещи. О том, что старый человек, он, со сношенными сетями. И чаще всего все вопросы сводятся к этому. Люди просто боятся того, что когда этот жилой фонд на них будет передом, это все ляжет на их нижнюю. Люди не богат для жилых. Старо жилому фонду. Фашистские жилые. Поэтому фракция лишь только инициалирует обратиться. И я уверен, что в мае, в июне таким инициативам от разных советов коллапс. Просто коллапс. А если люди в каком-то доме активно обсуждают и собираются создать ОСВБ, они создадут друг друга. Они создадут друг друга. Просто постепенно. Владиславович, я не наставлю, я просто быстро выиграл. Все, все. Еще раз можно. Создание этого ОСВБ дійсно есть очень много. Но государство и мунициативный бюджет не оставит людей просто так. Там же, когда будут выиграться, они все равно будут выиграться. То есть, в почте, каждый будет что-то сработать. Но это уже будет юридичный. Это не на суды, не на сказать, что есть все, а не в том, чтобы выиграть никакие действия. Виктория, ну давайте мы не будем разговаривать, кто есть, если будем говорить, что это таке. Я думаю, созданное ОСВБ в новых домах города Южного не получит. Я хочу сказать еще одно. Я еще имею право еще раз говорить, потому что я хочу сказать, уважаемые друзья, хотим мы это от нас еще не говорите, рано или поздно, сегодня, завтра и послезавтра, ОСВБ будут созданы. Единственная страна в мире, я думаю, не врок, а это уже умили. Единственное, где есть же, это Украина. И я думаю, что мы же не самые умные в Украине, в мире и так далее. Мы все равно к этому придем. Но нам нужно, как мы, готовиться. Готовиться и... У нас только не готовится. Дай два слова. Да, пожалуйста. Уважаемые коллеги депутаты, я скажу, что есть законы, которые воспринимаются душой, и ты чувствуешь, что они помосят какое-то благо для людей. Есть законы, которые, так сказать, пытаются с руководителей или с власти города перенести на людей и все больше, так сказать, дать инициативу вроде бы общественных организаций. Ко мне обратились тоже мои лица, отцы, нашли очень дети, пробужу по своим домам. Они встревожены не сколько СМВ, а сколько инициативы людей, которые уже готовы возглавить это все. Вот ищут уже адреса, сколько данных. Это немножко настораживает, и тем более по комитетам, они сказали, если будут они руководить, тогда, так сказать, у нас, наверное, что-то не получится. Сегодня что получается? Мы говорим, что ЖКО – это прорва. Мы ищем честных управляющих. Если, так сказать, в нашей действительности у нас действительно придут честные управляющие, да давайте тогда в ЖКО поставим честных людей, чтобы та структура, которая сегодня есть, работала на благо города, а не еще поднимать власть руководителей общественной ОСМД, советы, которые теперь, они будут отвечать за все. А мы в стороне. Тогда что? Давайте пересмотрим штаты из Попкохо. Это все. А в дальнейшем, что сказать, самоуправление города на базе ОСМД будет. Есть какая-то, может быть, рациональное звено на первом плане, что люди будут собирать деньги и сами эти деньгами управлять. Да не буду, я не буду так сдавать, как и сегодня сдавал. Будет человек, который будет нанят нами. Я не собираюсь все контролировать, потому что я жду. Мне не нравятся еще люди, но уже они будут называться самыми честными. Поэтому, друзья, ясно, что это мы должны все понять. Но чем больше я вспоминаю, когда сказали крестьянам, берите землю, берите ферму, и все. Сейчас все села разнаряды. Вот и все управление. Поэтому я хотел бы, чтобы вот это обращение, которое может быть не так важно, но хотя бы чисто, морально, я не могу за него не проголосовать, потому что я чувствую, что что-то где-то, пока что не дает гарантии людям успокоиться. И сказать, что завтра в них дома придет счастье, ремонты все будут делаться и прочее, и прочее. А сегодня же сейчас я говорю, я же говорю, ну, я говорю, за качество жителей города, я же в случае третьего, у нас, у нас, мы стараем, что самое главное, что потерял сейчас обговоренный, что создав в СМД, не значит, что мы сегодня берем дом на дом, жители просто фонсово-группуляции управляющей компанией в СМД, вылетели, хотят представить его самушество, я, вот такая другая, которая, которая не решит, третьего, что не надо. Смирно, что он сегодня разъявляет, хотя бы передача на баланс уже выше, уже как из многих мест. Это другое. И остальное, это я говорю. Если сегодня не составить людей и задавить инициативу или как-то дать я расслабиться в СМД, то мы опять дальше будем услить, власти домов, опять будем угрывать сферкор, опять будем угрывать власти. Только ставьте дюймами своих домов, они пойдут, что его личная начатка, его личная клетка и чистоту. Так, я говорю. Так, голосуем вам. Проект решения таки схвалить и отримать текст ЗНР в Украине. Так, направить инициативу до ЗНР в Украине. Определить данное решение с газетой на Великой. Ну, опять-таки, газеты не будем говорить? Габельный нет. Надо там за полную раду приймете экспедиции. Газеты, давайте я с проектом выживусь. Народ не пить. Только? Я... Да не переживайте, господи. Ну, я... Это пить, все-таки, я не хотел политические речения давать. Доброе. Кто за данное решение, прошу голосовать. Голосуйтесь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, десять, девять. Девять. Еще одна рука, мы задействуем. Речения на принять. Кто против? Проти кто? Проти. Один. Все. Записуйте. Записать треба. Двенадцать процентов. Так. Три, можно ли? Речения на принять. Так. Відповідно до рекламы Туржинського міськроряда на первом сессии насиль 30 целых для виступов депутатов в раке и запрошенных и заявленных до відповідей и пропозиции. Є? Є. У меня есть пропозиции, а пропозиции. Так как у нас силовые структури, ГАИ, патрульная полиция в каком-то таком переходном процессе, в последнее время вот эти огромные машины большевизорные зачастили наш город Южный. У нас наши дороги нашего города будут такие же, как дорога Н-28. При въезде на якоре стоит знак движения репрового транспорта. Как-то выйти на наши органы, чтобы они может быть какие-то рейды делали на Южный, чтобы иногда вот эти вот пресекать вот такие вот заезды огромных машин тяжелых в городе. Три месяца. Я висонку могу сказать, буквально я вчера доказал на оперативку мэра эту ситуацию в пятницу в субботу в субботу пострадали молодые люди 30-31 года они находятся в отделении правных отделениях нейрохирургии в Одессе по той причине которую вы озвучили. Напротив, собрал Кишел в ночное время стояла машина кстати по информации от улицы без опознавательных огней люди ехали на губылях и улетели есть 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 ограничение скорости есть знак остановка запрещена есть знак въезд в машину запрещен и все равно несмотря вот вам уже мы имеем результат первый результат я хочу вернуться к этому а что делать с кражами в партии а что делать с кражами наверху а что делать вообще со всей ситуацией в городе Южном это я говорю я хочу напомнить всем присутствующим здесь что когда мы голосовали вопрос о вопрошенной зоне и на котором планируется строительство причал здесь был директор и Евгений Николаевич не убрал такую ответственность за то что мы будем встречаться с ним с собственником и решать совместно после принятия этого решения что же все-таки да с этого глобального проекта 242 миллиона долларов сделают они для города что сделают в каком объеме и так далее так этот вопрос у нас и к углету с вещем скажите пожалуйста либо он озвучивался только для того чтобы вести информировать и прогноз и формировать и голосовать на это решение да конечно я не знаю что там на 4 сотых сколько это не инвестиции назначайте время я думаю что они не будут они в любое время приедут назначайте время он приедет к вам сюда к нам и мы будем решать с чем нужно чем поможет я начальник комфорт отваживающих тему они не отказываются в любое время назначайте это никуда никому они готовы сотрудничать так еще вопрос кому давайте тогда выберем какое-то ответственное лицо и определимся со временем прямо сейчас потому что я помню что поднимательно каждой сезон это вопрос « что это 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 что это ин там прямо pm вот Продолжение следует...